так итак господа всем доброго времени суток вы находитесь на канале deadline.ru с вами георгий и мы продолжаем наш летсплей по игре айон сегодня у нас с вами очередная серия за нашего новоиспеченного заклинателя на осмодианской расе значит сегодня у нас с вами на очереди в принципе что у нас с вами будет прокачка квестами будем с вами набирать квестов на в крепости альтгард будем прокачиваться получать следующие уровни и пока что обсудим вопрос которые появлялись у наших много уважаемых подписчиков так набираем тут квестов пока что значит что касается что касается выбора класса то есть не один раз уже возникал вопрос а почему мы с вами выбрали именно заклинатель почему например например там не убийцу того же да почему мы не стали брать какой-то другой колосса взяли именно магический класс снова мага да давайте наверное объясню я в принципе в первом ролике об этом говорил но наверное стоит рассказать об этом подробнее почему именно так мы с вами вступили на самом деле все достаточно просто то есть мы с вами ставили своей целью выбрать такой класс который позволит нам обеспечить разнообразную прокачку персонажа разнообразными то есть достаточно динамичную в том числе на лолах понятно что все классы по большей части раскрываются именно на хаях то есть там ну хотя бы на 50 плюс да хотя бы на 50 плюс соответственно если мы с вами не 50 плюс они же то как правило все классы они сильно страдают от динамичности то есть они не могут предоставить сколько-нибудь динамичную динамичный процесс прокачки все достаточно рутинно поэтому если вы мы с вами стали брать класс который изначально до своих high level of не предоставляет никаких хороших там возможностей по динамичной съемки по динамичному прохождению по динамичной боевой системе то это бы сделал прохождение достаточно скучным ну давайте наверно поясню то есть смотрите что вот давайте прям по всем классам пройдемся кого бы мы могли в принципе взять да значит первый класс мы прям по порядку пойдем и постараюсь никого не пропустить поскольку все-таки приходится отвлекаться на игру и стараться вникать то что происходит так сейчас закончим с этими товарищами и так значит первый класс который мы с вами могли бы взять это соответственно категория воинов и из них либо танк либо гладиатор почему не взяли танка потому что танк это достаточно специфический персонаж который даже на хаях обладает одной единственной целью то есть его назначение это party данжи ну по большому счету party данжи осады вот такие вещи то есть не соло прокачка мы с вами напоминаем в пвп практически не участвуем поэтому насадок не бываем кроме этого страж выдает очень низкий дпс то есть мы бы с вами каждого монстра ковыряли бы огромное количество времени это не не маг не даже тот же заклинатель то есть это очень маленький урон и как результат нам бы с вами было просто скучно смотреть за тем как мы с вами одного монстра там убиваем по 20 по 30 секунд а монстров много то есть мы бы с вами очень часто переходили в закадровый режим то есть я бы опять не говорил что я пройду за кадром да вот то то и то то и мы с вами начинаем проходить соответственно за кадром а вы толком ничего ничего и не наблюдаете просто потому что страж вплоть до high level of их даже на хаях выдает маленький урон поэтому его естественно брать не стал гладиатор гладиатор выдает урон побольше но гладиатор полностью раскрывается ну и так достаточно динамично начинает выглядеть только опять же вот здесь какой-то квест есть на его ему где а наверно верху но начинает опять же раскрываться только на хаях что значит на хаях то есть на 50 плюс не долетим мы с вами к сожалению давайте потом-то раз летаем времени хватит на полет то есть это класс который на 50 плюс только начинает приобретать сколько-нибудь разнообразный набор умений до этого особенно на самых первых уровнях медленная атака очень медленная атака и очень маленькое количество скиллов поэтому сама прокачка была бы ну выглядела она бы очень медленно гладиатора прокачивать скучно ну на мой конечно взгляд это я никому сомнения навязываю это мой взгляд такой что и плитра прокачивать скучно я пробовал его прокачивать но наблюдать за тем как он очень медленно размеренно размахивает своей палкой и наносит при этом не самый здоровый урон но скучновато и опять же очень маленькое разнообразие скиллов то есть вспомните сколько мы с вами там скиллов допустим имели у волшебника да сколько мы скиллов имеем на начальном уровне даже вот у заклинателя уже эти неплохо так прибавилось но только начали а у гладиатора их будет там по одному по два по три скилла однотипных достаточно то есть разнообразие не будет вот в чем проблема далее конечно там если бы мы сами докачали до 55 плюс там до 50 плюс хотя бы то да уже там имеет смысл и раскачиваться на имеет смысл производить съемку но это опять же по большей части во первых пвп потому что гладиатор все таки это масса пвп его основное назначение по сути вот ну и в данных в том числе может там поучаствовать да но опять же это хайл левелы а нам с вами до них еще надо каким то образом добирать правильно поэтому опять таки в угоду динамики я постарался не делать такого что ударялись в прокачку достаточно однотипную поэтому его тоже брать не стали еще прям следующий раз с вами идет лиц и добыт первый следопыт у нас это лучник почему не брали лучника потому что лучник у меня уже есть причем вы помните что я одно время предлагал начать летсплей по лучнику но вы правильно в принципе отказались потому что смысл снимать второго персонажа за ту же самую расу то есть проходить все те же самые квесты которые мы проходим на волшебнике смысла ноль и это верно в общем-то поэтому я отказался от чистого летсплея и вместо этого стал использовать то есть его просто прокачал сейчас у меня там на 51 по моему уровне этот товарищ находится вот и соответственно мы иногда я могу может быть за него что-то поснимать там показать вам как это все выглядит да но опять таки это будет эпизодически соответственно прокачивать стрелка на осмодианах у меня тоже особого желания не было потому что я уже его прокачал и опять таки не стоит сильно думать о том что стрелок достаточно динамичный класс он динамичный но все-таки у него есть своя схема боя то есть он относительно однотипный но мало разнообразия то есть него есть несколько с мощных комбинаций которые выдают там на выходе обалденный урон но они опять же однако мы с вами там влили там одну-две комбинации сожгли там пол полоски mp и в общем то на этом все значит что еще то есть это стрелка я в том числе поэтому брать не стал опять же класс хороший но я его уже успел прокачать поэтому какой смысл мне за него и заниматься прокачкой заново правильно далее убийцы предлагали до убийцы интересный класс но опять же правильно было замечено самими же подписчиками которые задавали вопрос что убийца раскрывается тоже на хайлов лах и превращается в большой пианино да все верно однако это вовсе не говорит о том что ой как это скилл дорого стоит нет я его не буду постоянно использовать 244 днице mp так она даже поглощение меньше восстанавливает не будем пользоваться пока что так значит далее то есть убийцы это опять же хайл уровень нам с вами до хайлов плестись и плестись поэтому смысл в общем то особенного опять же нет нам с вами нужно обеспечить достаточно хорошую динамичную прокачку на всех уровнях того чтобы вам было интересно для того чтобы не в том числе было интересно играть до прокачиваться поэтому убийцы также отпадает и кроме этого я все таки не любитель пианино классов и вы помните об этом опять же говорил то есть для меня это такой не очень хороший вариант потому что у меня руки на скажем так не настроены на быстро реагируем я достаточно медленно раскачиваюсь там особенно в пвп и убийц в принципе это пвп персонаж ну конечно может быть он выступает как хороший dd в данжах но меня что не привлекает во-первых его пианинисты а во-вторых его кстати говоря во вторых его дороговизна потому что его сложно надевать из-за того два оружия оба оружия нужно покупать об оружием на протачивать и кроме этого меня не привлекает убийца ухты особой третьей категории мощный кроме того в нем меня не привлекает то что он достаточно плохо держит входящего то есть он хорошо бьет монстров хороший урон но при этом и сам очень хорошо угребает поэтому смысл в этом нет кстати сейчас интересно согреться этот товарищ на нас или нет если мимо него пробежит наш элементарь вроде не загорелся интересно на самом деле тут если элементарь опустить куда-то вперед на него будут монстра гореть или не будут пока он сам не атакует так значит что у нас с вами дальше по графику дальше у нас с вами идут жрецы на почему не взяли жреца было предложение прокачать целителя сразу же я ответил в комментариях повторю еще разочек целителя прокачать не стал потому что не целитель уже есть причем целитель как кап левела 65 да он на элийцах то есть это элийский персонаж но тем не менее это целитель то есть я уже полностью знаком с раскачивать или я знаю что этот процесс достаточно мудрый противный цвете раскачивается медленно и долго поэтому я его его прокачивал в основном за счет рейтов повышенных там у нас были был момент когда рейты были достаточно существенно повышена там до x5 доходили да вот поэтому было чем чем его прокачивать но вообще прокачка достаточно мудрый хил это party персонаж естественно ему нужно постоянно находиться внутри пачки какой-то для того чтобы быстро прокачивать он может проходить соло данжен на передать нужно подрасти что еще то есть ну не очень удобный персонаж для прохождения потому что опять же медленно медленно все происходит и он динамичный я ничего не говорю поскольку есть особенно вы его прокачивать именно как хилла в саппортной ветке они как тд-шку то да в нем очень интересные играли поэтому вместо этого мы с вами вместо его прокачки я просто выкладываю периодически за него видео но на своем мало видео за хилла я согласен потому что в данже я почти не хожу за него и у меня там всего лишь по моему два ролика на канале да хас и хас и по моему а файты тьмы еще сами снимали но я тогда сниму то есть если вам действительно хочется посмотреть ролики за хилла тогда я буду снимать соответственно за него ролики и других данных постараюсь снять то есть это мы с вами тоже сделаем но прокачивать его заново я в общем смысла особого не вижу потому что мне повторно испытать этот кайф в кавычках не очень хочется честно говоря далее следующий из жрецов у нас это чародей чародей интересный персонаж но он в принципе выдает показывает себя средненько как в пвп так и в пвп причем в принципе на мой взгляд его назначение основное все-таки пвп в пвп он может быть очень динамичным он очень полезный в пвп вообще не поспоришь но опять таки это все мы с вами получаем только пвп в пве ну сложновато потому что урон глотает не очень хорошо за счет кольчужных доспехов может отхиливаться бесспорно а может там цель всяким образом вредить и своими по моему не там есть несколько дебаф вот у него есть очень удобный мандр который полезно опять же для группы а кстати с поздравлю друзьям с 12 уровнем так внезапно и незаметно прокачали уровень на квестовых монстрах так которым все тут еще остался там тут бегаем кого мы еще забыли на вон еще спарки нужно такого вот так о чем мы говорили до чародей да ребят извините то есть я могу иногда нести чушь может быть потому что очень сложно одновременно смотреть в экран и контролировать происходит на экране и плюс рассказывать удерживая мысль пока что я к этому еще не очень хорошо привык так вот значит поэтому чародей как в пве он не очень хорош он в соло не может пройти данжи естественно не может потому что для этого не предназначен лучше всего показывать себя в пати и в том числе в пвп но только не в соло пве а у меня была цель создать персонажа который может себя очень хорошо показать именно соло пве а первый персонаж который может сделать это волшебник вы знаете мы с вами его уже практически прокачали до капитала второй персонаж который очень хорошо себя может показать соло пве даже лучше пожалуй на мой взгляд чем волшебник это заклинатель тот самый котором сейчас с вами и раскачиваем причем закова обладает возможность проходить значительно большее там же чем волшебник соло то есть допустим есть на ютубе ролики вы можете посмотреть я надеюсь что мы с вами тоже до этого растем когда заклинатель соло фармит босса в форте тиамат допустим гораздо проще проходит тот же пхас то есть у волшебника бывает с этим проблему допустим меня сейчас эквип не топовый на волшебник конечно и из-за не топового эквипа мне допустим достаточно трудно выносить соло боссов пхасу манере допустим первого там босса ракхару вниз выносить трудно очень часто сливаюсь выносить коня вообще невозможно мне не получается как я не пытался то есть нужно клип получше в топовом волшебник хорош но все-таки в любом эквипе волшебник никогда не рискнет но только может какие-то единицы особо умелые игроки волшебник никогда не рискнет отправиться допустим тот же форте ама но просто потому что он не выдержит заклинатель может выдерживать тяжелых боссов за счет своего помощника которого по моему можно подхиливать на более старших уровнях могу врать по-моему по-моему заклинатель может подхиливать своего товарища боевого вот это раз а во-вторых зак улатает весь урон то есть и пэт заклинателя поэтому соответственно таким образом вы получаете выигрыш некоторые и сами урон не получаете дамажите вы вдвоем ваш элементарь и вы сами поэтому вы выдаёте хорошего он меньше чем у волшебника даже вдвоем меньше чем у волшебника получается значительно я согласен с этим не спорю но тем не менее вы урон можете выдержать значительно больше чем больше поэтому для нас с вами будет достаточно большее количество данжей в соло ну в том числе конечно же в бате это само собой поэтому именно как пве персонаж заклинатель нам подходит значительно больше чем кто бы то ни был друг а у меня цель построить именно хорошего поводу персонажа ну возможно что мы с вами о пвп подумаем потому что для этого достаточно много возможностей он очень в прямых руках он очень хорошо показывает на арене но опять же в прямых руках а мои руки кривоваты как вы знаете причем кривовато это я так мягко сказал да смягчил вот мы с вами между делом кстати говоря разнесли всех кто нам с вами был нужен сейчас будем все сдавать так давай товарищи с ней пока так пропадает давайте потихонечку будем сдавать значит дальше кого еще то есть мы с вами говорили про чародея да чародей интересный опять же персонаж но он больше для party прохождений для нас для party прохождений причем его кстати говоря не очень-то и охотно берут в низкоуровневый данжи потому что он выдает средненький мантры приятные но мантры более полезны на хаях на хайлэвеллах там от хорошего саппортного чародея очень много толку но опять же это хайлэвелл поэтому чародей мы с вами тоже брать не стали дальше у нас с вами идут инженеры инженеры подразделяются у нас на пилотов и на на ганнеров на снайперов если по-русски что мы с вами получаем пилот за пилота прохождение у летсплея точнее уже есть я думаю многие в курсе то есть есть полноценный летсплей запись за смодеанского пилота не буду рекламировать канал но вы легко найдете в случае чего вот значит раз есть уже вот сплэй то пытаться проводить конкуренцию прямую с человеком по той же самой линии развития скажем так у меня в общем то желание нет просто потому что в том числе я не хочу мешать другому человеку есть человек который уже сделал такой вот сплей которого неплохо это получается мне очень нравится я собственно говоря смотрел его пилот сплэй мне понравилось поэтому зачем отбирать у человека его хлеб в общем-то да и пытаться даже вмешиваться в этот процесс поэтому пилота смысла прокачивать не вижу дальше ганнер хороший был бы персонаж для нас с вами для прокачки но опять же его не стал брать по той причине что ганн у меня уже тоже есть 57 уровня сейчас у меня ганн и он у меня находится тоже на и лицах рядом с целителем рядом с как его встретили с волшебником на одном и том же сервере на гардаре 57 уровня ганнер поэтому снова его прокачивать тоже мне не очень хотелось а вот заклинатель я пока еще никогда им толком не играл поэтому вот я говорю дальше дальше третьего уровня я заклинатель никогда не поднимал поэтому естественно мне для меня это в новинку для меня это что-то новое я могу подчеркнуть для себя здесь много интересного соответственно его прокачки и соответственно что-то рассказать вам то что я узнаю по ходу прокачки то что я узнаю по ходу чтения всевозможных гайдов да поэтому опять же выбор падает не на ганнера хотя персонаж хороший то есть интересно мне очень понравился его достаточно быстро до 57 уровня поднял значит далее мы последний кто у нас с вами есть это артисты которые перерождаются пока что только в бардов больше вариантов нет нам так то где то наверно должен быть персонаж с которым надо потрепаться на я что-то его не вижу честно вот он хорошо запрятался так поговорим с ним здесь у нас вами сюжетка и одна из побочек сейчас сделаем пять осколков нужно снести причем кстати говоря ваш элементарь он обладает возможностью за вами летать лишь вам покажу мы принц могли бы войти без него но смысл особого нет то есть вы можете взлететь полететь вперед и элементарь полетит за вами то есть он не ограничен землей они ни один из них не привязан к земле так давайте сейчас отправим его к следующему осколку пусть разбирается он сами пока снесем что-нибудь еще только нам будут приземлиться тут не особо площадок для приземления честно скажем надо бы куда-нибудь по-быстрому слинять а то у меня время полета пока еще на старенький крыльях на первоначальных не очень большое так вот допустим сам можем стоять здесь элементарь отправить он тут сам должен в принципе разобраться а нет кстати игра смотрите если мы не летим то элементарь не может лететь интересно интересно да ну что ж будем знать то есть мы должны с вами сами быть в полете для того чтобы элементарь мог летать в принципе кстати это оправданно на мой взгляд то есть так бы можно было условно говоря атаковать воздушные цели а самому у какой красавчик вот атаковать воздушные цели а самому при этом находиться на земле с полностью уничтожен временем полета это был в определенный дисбалансе в игре поэтому в В принципе, я тут согласен с разработчиками. Да, верно сделан. Так вот, о чем я говорил. Да, то есть у нас с вами остаются только барды. Бард тоже интересный персонаж. Но, в принципе... Да, он, кстати, хороший ДД. Уступает как отличный ДД. И он может неплохо так дамажить. Барды спокойно, кстати говоря, за счет своих отхиливающих и дебафающих умений спокойно проходят, допустим, пхас. И, по-моему, даже получше проходит пхас в мантер, чем тот же Бринклиттон. Вот, чем тот же волшебник. Именно попроще барду, только за счет того, что он обладает возможностью себя подлечивать. Волшебник, соответственно, подлечивать себя не может. Но, опять же, все зависит от рук и от обмундирования, как вы понимаете. Потому что... Придется, он сам немножечко посидеть. Вот, а сейчас свалимся. Потому что в топовом эквипе, конечно же, волшебник пройдет значительно проще и быстрее. Чем бард. Но барда почему я не стал брать? Потому что бард, в принципе, вы можете воспринимать как того же самого мага. То есть это тот же ДД, но с немножко сниженным уроном. И с возможностью заливать себе и другим ману и слегка себя подхиливать и других. То есть, в принципе, это тот же маг. То есть, если бы мы с вами стали его брать, то мы бы, условно говоря, прокачали того же самого волшебника. Просто с немножко заниженным уроном, с другим видом скиллов и с дополнительной возможностью по саппорту. Но, в принципе, тот же маг. То есть, соло для нас прокачка выглядела бы практически так же, как она выглядела за волшебником. Смыкско спрашивается. Поэтому, в принципе, из всех классов, почему я выбрал именно заглянатель, скажем так, подытожим. Потому что это класс, который, на мой взгляд, обладает наилучшими возможностями по динамичности его прокачки. Кстати, у нас с вами гримуарчик можно надеть. А, у нас лучший орбита. Вообще-то, вы уже поменяли, да? То есть, он обладает возможностью обеспечить там с вами динамичную, интересную прокачку. Даже на начальных этапах, на первых уровнях за счет своего питомца. Будет интересно каждый раз смотреть за ростом этих питомцев, за появлением новых дебафов, новых умений для питомцев, новых собственных атакующих умений. То есть, у нас большое разнообразие процесса. Соответственно, именно из-за этого заглянатель нам обеспечит хорошую динамику на начальных этапах игры. И в том числе, естественно, на хай-этапах, когда мы с вами доведем его до высоких левелов, мы с вами сможем спокойно там, допустим, заниматься фармом многих данжей в соло. Там, где требуется обычно неплохая такая собранная пачка. Постараемся этому научиться и подобрать соответствующий эквип для этого. Я думаю, что мы обязательно все это с вами вместе сделаем. Вот таким образом, друзья. Поэтому я понимаю, что не всем нравится мой выбор, даже несмотря на мое обоснование, потому что у всех свой взгляд на вещи, и это совершенно нормально. У каждого есть свое мнение. Но я надеюсь, что я достаточно подробно и понятно расписал свой взгляд на эту проблему. И почему я все-таки взял именно заклинатель из всего того спектра классов, который нам с вами был доступен. Вот таким образом, друзья. Ну а мы тут с вами тем временем подобрались вплотную к 13 уровню, на котором, кстати, я ожидаю увидеть новые скиллы. И меня, честно говоря, очень сильно настораживает вот это место. Вот здесь вот пойманы... Вот здесь есть какой-то квест, который я никак не могу найти. Он где-то здесь находится, я точно знаю. Но я могу понять, где именно. Изучение языка оборотней. Вот где он? Он должен стоять вот здесь. Но я его здесь не вижу. Над нами? А где над нами? Мы там вроде были наверху, его там не нашли. То есть... Не могу я найти этот квест. К сожалению. А, елки зеленые, выпейте секретное снадобие. Тьфу ты, блин. Блин, Клинтон. То есть нам с вами, оказывается, нужно было просто выпить вот это, да и все. А я персонажа разыскиваю. Поговорить нужно с ним в подземелье крепости Альдгарда. Ну вот, все-таки, кстати, придется искать, да. То есть нам с вами нужно найти подземку в Альдгарде. Знал бы я, где эта подземка. Ну, конечно, туда должен быть проход где-то. Знать бы только, где именно. Подземлю, подземлю. Давайте поищем. Те, кто привыкли к космодианам, наверняка сейчас смеются, потому что они прекрасно знают, где находится подземка. А я нет. Ну вот это, кстати, что-то похожее на какой-то вход. Наверное, это оно, нет? Да, вот, кстати, вход в тюрьму Альдгарда. Да, во, хорошо, нашел. Достаточно быстро, я думаю, мы с вами тут плутать будем. Так. Да-да-да, летать здесь нельзя. Тогда, значит, спускаемся и побежали вперед. Вот, пилот здесь прыгает 14 уровня. И мы с вами прыгаем карту. Давайте уменьшим обратно. Так, вот так вот, господа. Именно поэтому я все-таки считаю, что взглянуть для нас будет самым интересным персонажем. У нас с вами будут новые скиллы появляться на каждом уровне. Через три уровня будут скиллы и для нас, как атакующие, и для нас, как дебафы, и для наших пэтов. Новые пэты будут появляться, сами пэты будут прокачиваться. Поэтому все это, в общем-то, интересно и значительно интереснее, чем, допустим, просто получать новые скиллы на том же, условно говоря, страже. Хотя, естественно, каждый персонаж по-своему хорош. Это бесспорно. Так. Поэтому, ребят, давайте не будем друг с другом спорить. Я надеюсь, что все-таки я смогу обеспечить для вас интересное прохождение именно за заклинателя. Значительно более интересное, чем я мог бы вам обеспечить его за другие классы. Поскольку за заклинатель, на мой взгляд, мне есть что рассказать. И мне самому интересно его изучать. Вот так, друзья. Так. Ну что ж, мы сейчас с вами, надеюсь, завершим еще какой-нибудь квест. К сожалению, осмодянские, честно говоря, зоны для меня кажутся очень запутанными. Как-то все не первоассоциативно. Не очень просто искать целевых персонажей. Все как-то не на своих местах. Ну так вот, по ощущениям. Поэтому процесс немножко затягивается. Мне приходится достаточно много бегать вокруг. Оба что это мы тут споткнулись? Оба не видим текстуры. Вот. Мне приходится достаточно много бегать вокруг для того, чтобы найти целевых персонажей. К сожалению. Так. Вот вы нашли. Доброго пожаловать, Дарьф. Непрогруженного товарища. Ну вот, наконец-то у нас с вами 13 уровень и новые скиллы. Достаточно приличное количество скиллов, которые сейчас у нас прогрузят, я надеюсь. Давайте, ребят, прогружайтесь. И давайте на них посмотрим. Значит, во-первых, у нас с вами появился элементаль ветра. Это второй элементаль. Давайте посмотрим, как он выглядит. Кто не в курсе, для тех это будет интересно. Прогружайся, брат. Он на самом деле уже рядом. Он просто не загружен. То есть это те самые проблемы с текстурами. На самом деле он уже здесь, поскольку мы уже можем управлять. Просто его почему-то не видно. На самом деле у меня очень серьезное предположение, что это связано именно с хардами. Вот он, этот товарищ. Вот он, красавчик. Маленький элементаль ветра. Соответственно, атакует он магией ветра, как вы понимаете. У него несколько другие параметры. То есть если мы с вами посмотрим, у него параметры отличаются. Не то, чтобы сильно кардинально отличаются, но все-таки элементальчик у нас... Эту штуку нельзя перетаскивать, нет? Но все-таки элементальчик у нас обладает другими статами. И, кстати говоря, в принципе, насколько я и почитал, опять же, успел почитать. И как бы мне вот поймал, наконец-то, элементаль ветра. Вот его параметры, если вы посмотрите. ХП-774, атака-96, точность 508, фкрит-80. Физзащит-195. Ну, сейчас давайте я вызову другого элементальчика. Изактивируем этого элементаля. И когда он исчезнет, вызовем огненного, для того, чтобы вы сравнили. В принципе, по тем гайдам, которые я почитал, наиболее удачные элементали, это элементаль огня. Ну, соответственно, элементаль магмы в дальнейшем, да? Давайте посмотрим на параметры этого товарища. ХП у него побольше, да, по-моему, 964. Атака повыше, точность... Не запомнил, по-моему, пониже точность. Физзащита, по-моему, больше. Вот. Но я так сейчас очень несложно запоминать цифры вот так на ходу. Но, по-моему, в основном, по параметрам элементаль огня посильнее. Хотя в чем-то он уступает. То есть они все... все элементали относительно сбалансированы друг относительно друга. Но самый полезный все-таки это элементаль огня и дальнейший элементаль магмы. И это как самый сильный ваш питомец по уровню наносимого урона. Но... и при этом имеет достаточно неплохую защиту. И второй элементаль это элементаль земли, который танк. То есть он обладает очень хорошей защитой. При этом не очень-то и уступает по урону огненному элементалю. Поэтому в основном мы с вами будем пользоваться огненным и земляным элементалем. Ну и, естественно, посмотрим всех остальных, в том числе, в действии. Так, дальше у нас с вами появляется призыв мощи огня. Атака магии огня. Наносит урон противникам в различии 25 метров. Здесь у нас с вами есть мощь стихии и теперь мощь огня рядом. К сожалению, вот не сказано, какой же конкретно урон они наносят. То есть я не могу измерить в цифрах, допустим. Да? Ну, кстати, ледяные узлы у нас с вами по-прежнему прокачиваются. Огненная стрела тоже, по-моему, прокачивается немножечко. Поэтому мы сравним их уроны, посмотрим. То есть вот у нас два атакующих умения призыва. Далее у нас с вами появились земляные оковы. Но это не оковы как таковые, это дебаф, да? Дебафчик, который стоит не очень дорого, совсем не так дорого, как замедление атаки. Наносит небольшой урон и снижает скорость передвижения. То есть это дот одновременно с снижением скорости передвижения. Ну, тоже интересная вещь, то есть это именно дебаф такой дотный, хороший. Так, и команда угрожающая позиция. Это агр, по сути. То есть если на вас срывается монстр, то вы можете использовать команду угрожающую позицию для того, чтобы переагрить. То есть мы с вами можем посмотреть, элементарь земли повышает враждебность цели, элементарь огня значительно повышает враждебность цели. То же самое касается высших элементарей магмы и тайфуна, которые можно получить, соответственно, на асмедианской и эллийской расе на 50-м и 2-й уровне 60-м уровнях. Элементарь воды и ветра слабенько повышают враждебность. То есть как танк, самый хороший это элементарь земли за счет своей мощной защиты. Мы его с вами получим, по-моему, на 16-м уровне, врать не буду. И элементарь огня, соответственно, превосходно повышает агрессию цели. Поэтому, в принципе, кстати говоря, начинать можно атаку с нее. Если вам МП не жалко, МП, в общем-то, не очень дорого она стоит, всего лишь 20 единиц. Поэтому начинать можно с нее вообще атаку для того, чтобы он сначала использовал угрожающую позицию, то есть повысил агрессию к себе, а затем уже используйте там коготь молнии и начинайте атаковать своими атакующими, основными атакующими скиллами. Вот так вот, друзья мои. Кстати, что у нас по откатам? Значительно дольше откатывается мощь стихии, но она стоит подешевле. Поэтому, значит, оставим вот именно такой порядок. Вот так вот, друзья. Вот так это все выглядит. Наши с вами умения на 13-м уровне. Ну, в общем-то, очень неплохо. То есть мы с вами посмотрим на действия элементаря ветра, но, в принципе, я говорю, что мы с вами в основном будем работать с огненным и с земляным элементарем, когда он у нас с вами появится. Так, ну что ж, давайте сейчас дадим квест вот здесь. Получим еще 16-й щепот и, кстати говоря, титул, который добавляет немножечко силы магии. Ну, собственно, почему бы и нет. Кстати, что у нас тут с титулами? У нас титул герой разбойников и силы магии. Давайте силы магии используем. Мелощь, но все-таки. Напоминаю, опять же, вопрос возникал такой. Напоминаю, что если вы хотите поставить себе титул, вам не обязательно выбирать его вот здесь. Был уже такой вопрос. Титул ставится вот здесь, в характеристиках титулов. Вот здесь титул ставится, тот, который будет у вас написан над головой. А на самом деле будет работать тот, который написан вот здесь и выбран вот здесь. Часто они соответствуют друг другу. То есть вы выбираете здесь, допустим, герой разбойников, и здесь герой разбойников выбирается автоматически. и вы получаете, соответственно, характеристику и надпись над головой. Но я не люблю, когда что-то над головой написано, поэтому я вот здесь ничего не выбираю, а характеристики выбираю. Вы можете проверить мои слова, попробовать последить за своими характеристиками и убедиться в том, что они действительно применяются, когда вы выбираете их здесь, а не в верхнем списке. Так, опять же, я об этом уже рассказывал, но все-таки вопрос такой возник, значит, стоило объяснить это еще разочек. Так, здесь у нас с вами, кстати говоря, какой-то квест еще на повстанцев есть. 16 тысяч опыта. Для нас это важная цифра. Ну, не то чтобы очень, но, в принципе, далековато они, честно говоря, находятся. Ладно, пока не будем их трогать, побежали дальше. Разберемся в процессе. Да, еще, кстати, было предложение, кто-то просто повисеть в пачке. Давайте поможем человеку. Если ему нужно, конечно, все еще. Так, продвигаемся тихонечку дальше. Да, еще было предложение допройти несколько квестов в стартовой локации в Эсхальгене. Там я от одного из квестов отказался, а там на самом деле было у этих квестов продолжение. Да, я посмотрел, то есть действительно интересно, но мы сейчас с вами уже туда возвращаться не будем, поскольку опыт там дается по 2500, для нас сейчас это уже абсолютно несущественные цифры. Поэтому, в принципе, возвращаться не будем. Но да, согласен, то есть стоило их, в принципе, взять и выполнить после того, как мы с вами апнулись, ну или как на замену остальным квестам, чтобы меньше квестов брать, их стоило взять, поскольку на тех уровнях, на втором, на третьем, это было полезно для нас. Посмотрим ролик. Наверняка сложили всю Аделлу в телегу. Вступайте и сожгите ее. Какие-то на все разрушительные такие задания. Разжечь, уничтожить. Ну, в принципе, это нормально, да? Всегда так было. Так, а что нас с вами здесь будет интересовать? Патрульные мумушки. Вот так, кстати, сейчас включим мы с вами вкладку боя, допустим. Вызвем элементарь ветра. И посмотрим, сколько урона он нанесет со своем когтем молнии. Давайте используем. Кстати, он быстрее передвигается. 90 единиц урона по патрульному. Давай, кстати, посмотрим, как выглядит призыв мощи огня. Вот таким вот образом. 127 урона наносится. Все, элементарь справился, да? Теперь мы с вами его отзываем. Ну, и, кстати, он так неплохо получает. Вы заметили, да? То есть он достаточно плохо поглощает урон. Теперь давайте вызовем элементарь огня и посмотрим, что произойдет с ним. Вот на втором патруле. Потестим. Так, у нас церемонтарь начинает заканчиваться. Давайте. Команда копать молнии. 219 единиц урона. Вместо 90. Чувствуете разницу, да? Возможно, что он кританук, конечно, я, честно говоря, не обратил внимания. Но в любом случае он восстанавливает сильнее. Нет. То есть здесь нет крита. Просто сильный урон наносит. При этом значительно лучше глотает урон. То есть мышцы мне помогаем, и у него хп уменьшается значительно медленнее. К тому же еще и Респотс успевает саму. То есть он лучше танкует и сильнее бьет. Хотя медленнее передвигается, но нам, в общем-то, его передвижения особо не нужны. То есть он и так хорошо справляется. Вот. Поэтому, друзья, действительно как-то могли наблюдать. Он кто-то на него напал, элементарь сразу накинулся, да? Ну и правильно, в общем-то, это дело. Сразу побежал обороняться. Вот этот товарищ на него напал. Ну, кстати, угрожающую позицию вы можете использовать. Сейчас мы с вами посмотрим, как она выглядит. Ну, в принципе-то, никак, наверное, не выглядит. То есть, как обычный скилл. Вот, если мы с вами используем угрожающую позицию, да? Он раз и сагрил монстра на себя. Таким образом, кстати говоря, он может вытягивать, судя по всему, монстров изделья. Да? Я, кстати, подозреваю сильно, что если мы с вами с помощью бета сагрим, кого-то из монстров, то мне кажется, что, скорее всего, те, кто находятся рядом с этим монстром, они также атакуют. То есть, если они агрессивные и социальные, то, скорее всего, сагрятся в том числе те, которые находятся рядом. Я так и говорю. Вот, как вы можете наблюдать, монстры, конечно, становятся толще. То есть, на их убийство уже тратится там не один-два скилла. Но это нормально, в общем-то. Зато мы с вами не получаем урона. При этом, заметьте, что мы с вами находимся сами в этот момент под щитом. Вот, кстати, на земляные арховы, как выглядит дебаф. То есть, мы с вами сейчас сами находимся под щитом. И в случае, даже если это зараза на нас переадуется, мы с вами сами защищены. Основной урон вообще уходит в элементаре. Поэтому для нас это двойная защита, условно говоря. То есть, пока сольется элементарь. Это очень много времени займет. Так, ну что ж. Мы с вами должны сейчас найти тележку Муму. Причем, а где она? А где эта тележка? Вот здесь что ли? Нет. Там нужно кое-то сдать. Так, давайте сейчас поищем эту тележку. Патрули нам больше с вами не нужны. Убивать больше никого не нужно. Да, кстати говоря, естественно, вы понимаете, что ваша двойная защита, она актуальна только в ПВЕ. То есть, когда вы агрите на себя монстра. В ПВП, конечно, никто не будет атаковать вашу элементарь. Все сразу понесутся атаковать вас. Потому что вы цель, а не ваш элементарь. Так. Где же эта тележка-то? А, вот она. Телега пламени. Причем три таких нам с вами нужно найти. Вот ведь елки зеленые. Причем они никак не отмечены, по-моему, да? То есть, я так ищу их, в общем-то, на глаз. И пока мне это не очень хорошо получается. Потому что отыскать тележки достаточно трудно. Ну, по крайней мере, для меня. Куда вот они их засунули, эти телеги? Она, конечно, здесь отраспится достаточно быстро. Но хочется вот еще одна. А не телега пламени, телега племени. Так, добегаем до второй тележки. Где-то еще одну нужно найти. Я надеюсь, что сейчас там уже отраспится. Мы с вами сможем здесь ее взять. Чтобы долго не искать. Потому что я пока не вижу, честно говоря, еще одной тележки нигде. Да, самодианские действительно локации, они достаточно такие просторные, пространные и запутанные. Все сложно ищется. Ну, конечно, это для меня сложно искать. Просто потому, что я впервые в этих местах нахожусь. Для тех, кто уже по нескольку раз здесь все проходил, он с тем же успехом, так же, как я на элицах, спокойно будет ориентироваться. Что-то не распится, это зараза. Тележка эта. А, вон отраспелось, все. Сейчас мы с вами заберем. И на этом этот квест будем заканчивать, наконец-то. Так, что там уничтожить? Уничтожьте мулов и убрать не... Ну, поехали, собственно. Давай, дайся на него. Без этого скилла. В принципе, можно его так вот оставить, поскольку пагарнат, в принципе, особо не будет. Мы не будем спорить его по ситуации. Так, очень неплохо. Вообще, мы с вами в сплошных плюсах. Элементаль получает урон. Элементаль атакует. А мы с вами стоим и сзади жарим, как следует, основными атакующими скиллами. Ну, разве не прелесть? Так, вот это, кстати, нам тоже нужен, да? Давай. Приступай. Дебав. Еще дебав. И при этом используем горжачую позицию, чтобы два раза на нас не обрелось. Элементаль продолжает удерживать его на себе, а мы шарахаем всеми скиллами, которые у нас с вами есть. Ну, здорово, согласитесь. Мы вообще никакого урона не ощущаем. Хотя при этом еще и на нас висит щит, который нам поможет в случае чего. То есть полезно и действительно удобно. Так, тут на нас агрятся спамеры, если так можно выразиться. Так, это у нас ДП скилл, да? Давайте удалить вулу столкаем. Это самый дешевый наш дебав, кстати говоря, коррозия, поэтому мы его поставим налево, как первый, чтобы мне тут не путаться, поскольку он для нас до нашей достаточно дешево стоит. И вот, как вы можете наблюдать, мы с вами наносим очень неплохой урон уже на текущих наших уровнях и обладаем очень большим набором умений, которые помогают нам разнообразить наш процесс. В общем-то, то, что я вам и обещал. Так, кто нам тут еще нужен? Земледельцы. Земледельцы, вот эти товарищи, да? Вот, кстати, у нас с вами усиление элементария сработало, да? Силы магии, скорость атаки, скорость движения. И все это на 10 минут. Ну, о чем, собственно, не воспользоваться, тем более, что серию мы с вами сейчас будем заканчивать. Вот так это выглядит. И используем теперь команду атаки. 328 единиц урона вместо 219. И значительно быстрее атаковать, значит, заметили, да? То есть, действительно хорошее такое умение, ЗДП, и в данжах оно очень будет помогать. Ну, естественно, обычные его атаки стали значительно больше наносить урона. Да и быстрее они пошли, эти атаки. Так, продолжим. Очень хорошо. Вообще процесс хорошо идет. Так, ну, наверное, последний, да, у нас тут? Ну, вот и все. Теперь, соответственно, мы с вами с этим квестом также закончили. То есть, вы видите, у нас в своем процессе уже достаточно разнообразный и динамичный становится. Мы можем использовать огромное количество, даже для нашего 13 уровня, огромное количество скиллов, каждый из которых полезен по-своему. Поэтому, в общем-то, жаловаться на динамику мы с вами точно, я думаю, не будем. Вот еще один заклинатель прыгает рядом, да? Кстати, вот интересно. Если мы с вами используем команду, допустим, коготь молнии, при этом элементаль побежит к монстру, и в процессе, пока он бежит, используем угрожающую позицию. Использует ли он атакующую команду? Или он уже просто уйдет в откат этот скилл, и, соответственно, нам не принесет никакой пользы? Давайте-ка проверим, мне прямо даже интересно. Нанесет он урон или нет? Так, используем сначала вот эту команду. И пока он бежит, используем другую. Нет, использует. Все нормально. То есть, можно не бояться того, что мы там, допустим, повторно используем сразу две штуки. То есть, он действительно будет использовать две атаки. Да? Сейчас мы с вами посмотрим. Здесь мы где атаковали этого, как его зовут-то? Руфелина? Сейчас найдем. Идем тут. Так, что-то мне как-то далеко тут все. Вот, древесный руфелин, древесный руфелин, древесный руфелин. Вот. То есть, мы с вами скастовали оба умения, он в том же порядке их использовал. Сначала коготь молнии, затем угрожающая позиция. И причем снова использовал, затем коготь молнии. Как-то даже и снова. Так, что-то я не понял. Давайте сейчас... Почему у меня два раза здесь все это написано? Давайте сейчас еще раз попробуем. Так, отходим подальше, чтобы элементарь был далеко. Раз. Использует умения. Использует умения. Ага, вот он использовал одно, затем второе. Ну, все верно. То есть, сначала он как бы получил команды, и они залагировались. А затем он получил... Уже использовал эти команды. То есть, можно не беспокоясь о том, что какие-то команды будут потеряны, спокойно использовать одну за одной, и он будет использовать их именно в таком порядке, в котором вы ему их отдаете. Вот так вот. То есть, все это достаточно хорошо проработано. Мне, честно говоря, нравится пока процесс. Так, ну вот мы с вами завершаем одну из сюжетных миссий, получаем огромное количество опыта. Опять чуть-чуть не дотягиваем до 14 уровня, но в принципе, мы новых скиллов на нем не ждем. Можем сейчас надеть новую тунику. Вроде бы она вот таким вот образом. Наша новая туника. Есть, кстати, набедренички какие-то, которые мы с вами сможем 14 уровня только надеть. Ну, в общем-то, как-то вот так вот, друзья. Ну, хорошо, ребят, давайте тогда мы с вами на сегодня, на этом будем заканчивать нашу очередную серию. Я надеюсь, что вам нравится наш летсплей. Обязательно не забываем подписываться на канал, ставить лайки, пишите ваши комментарии, задавайте вопросы. Если еще какие-то появятся, я обязательно постараюсь ответить конструктивно. и до новых встреч на канале Deadline.ru